На прошлой неделе ладейнопольцам посчастливилось узнать, что российские инновации теперь ездят по рельсам. В город прибыл поезд музея РЖД из восьми вагонов. Каждый из них – отдельная экспозиция. Например, все желающие смогли потрогать макет ядерной установки от Росатома, лично познакомиться с нанотехнологиями и даже почувствовать себя машинистом. А компания «Филипс» сделала в своем вагоне самую экономичную подсветку, которая, более того, экономит до 60% электроэнергии. На коллективном табло схематически отображаются станции, перегоны, автоблокировка занятости пути и номера поездов. А также диспетчера могут контролировать движение поездов через спутниковую систему ГЛОНАСС. Пример мы можем с вами просмотреть. 161-й поезд проследует со скоростью 200 км в час без опоздания. Для тех, кто не успел посетить чудо-вагоны, сообщаем. Помимо инноваций, на суд зрителей были представлены экспозиции на тему космоса, различные макеты железнодорожных станций и поездов. С дружественной улыбкой гостей встречал стационный смотритель 17 века. Поезд-музей находится в пути уже с августа 2011 года. Его конечный пункт – станция «Советская Гавань» на Дальнем Востоке. Данный поезд курсирует уже по многим городам. Принимают посетители для того, чтобы показать, какие новые разработки в составе. То есть на железной дороге имеются также сотрудничающие компании «Роснано», «Росатом» и управление персоналом также имеется. А как долго готовился этот состав для показа жителям России? Ну, готовился он недолго, где-то около шести месяцев, может даже чуть больше, но уже курсирует он третий год. Каким образом был подготовлен ваш коллектив, кто именно рассказывает, показывает, знает все о том, что здесь происходит? Рассказывают, показывают лектора, которые у нас здесь находятся на каждом вагоне, и их обучали. Эти люди профессионально занимаются своей работой? Сотрудники РЖД? Ну, конечно. Владейнопольцы от мала до велика были рады посетить музей РЖД. А некоторые из посетителей после увиденного решили даже изменить свою жизнь. Я бы хотела быть водителем автобуса, потому что там красиво, это очень интересная профессия. А здесь что сегодня понравилось тебе, что вы успели посмотреть? Мы успели посмотреть, как двигаются поезда и каким будет следующий поезд «Ласточка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова